ну вот уже и осень красивая золотая осень приближается к нам красиво разрисовывает все вокруг деревья траву листву на деревьях красота друзья приветствую вас приветствую из вашингтона штат вашингтон это чуть ниже сиэтла но точнее сказать выше ванкувера стою я на рестере остановился и решил снять для вас красоту которую тут увидел тут я стою тут стоят другие транспортные средства траки просто арви стоят люди отдыхают остановились на рестере а я везу груз везу на сиэтл порт который берет груза на аляску и вот такие шпильки такие так сказать арматурены но это на самом деле не арматуре это скорее всего шпильки валы какие-то специальные будут грузить на пароход на теплоход на баржу ли и везти на аляску я загрузил в портландии и буду двигаться туда в этот порт надеюсь разгружу сегодня оперативно и вернусь домой вот такие дела друзья но я хотел поделиться с вами одной мыслью который сегодня прочитал и вот эта мысль однажды между верующими неверующим человеком связался разговор я охотно поверил бога но я не могу понять его сказал неверующий а ты думаешь я во всем понимаю господа нет ответил верующий но представь себе какой-нибудь огромный предмет и рядом с ним малюсенький мешочек если тебе несмотря на все твои старания не удается этот большой предмет втиснуть в этот крохотный мешочек то неужели ты не скажешь что этот большой предмет не существует твоя голова это малюсенький мешочек а бог велик если он не вмещается в твой разум это не значит что не существует я благодарю бога за то что он мне уже открыл а то в чем я не могу его понять до конца я просто стараюсь в смирении преклони пред ним свою голову и надеюсь что настанет день и когда господь мне откроет все это мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои говорит господь но как небо выше земли так пути мои высшие пути ваших и мысли мои выше мыслей ваших так написано в книге пророка исаев 55 главе дорогие друзья так и мы будем доверять богу в тех моментах которые мы не доверяем в тех моментах которые мы не понимаем быть может не понимаем до конца но видя величие слава бога вокруг я думаю мы можем ему все-таки доверять доверять потому что он сделает так уже очень много для нас и делает каждый день если мы внимательны я верю что вечности откроется намного больше нам а пока на бог открывает то что нам просто необходимое и достаточно для того чтобы жить радоваться и благодарить его за все так что друзья благословения вам в текущем дне пусть господь хранит вас и руки с господом до свидания гонки любви места Продолжение следует...